Доброе утро, ребята! Мы уже затрагиваем бутербродиками С кофе три в одном И выдвигаемся на новые приключения Под дождь Под дождь, это такая погода Это дождь и солнце, сказали Очень переменчиво Поэтому, может быть, что погода еще наладится Вчера была погода просто шикарная Сегодня уже не столь прекрасная погода Уже моросит дождик Нормально, не холодно Но я все равно, конечно, надела такую рубашечку Она тоненькая Чтобы было комфортно Если что, сниму ее, положу в рюкзак Комфортная погода Слегка дождливая Но я была к этому готова Потому что я смотрела прогноз погоды И в нем все эти дни, которые мы будем здесь Дождливо Но ничего Я иду все равно смотреть город Смотрите, это у них Тут какое-то административное здание И здесь ЗАГС Начался дождь Как мы попали вообще в Германию, хочу вам сказать И что мы здесь делаем Юлю пригласили на свадьбу Поэтому Юля пошла на свадьбу А я иду гулять по городу И покажу вам город И покажу Ну, то что я буду смотреть сегодня сама И вам тоже покажу Но административное здание красиво Там сердце молодожены Вырезают Я такого вообще не видела Смотрите, как-то там вырезают Сердечко Там как-то свет мигает Что там Золотые львы И цветами украшено здание На широкий угол Покажу это здание Погода, конечно, дождливая Жалко Но ничего Тут вот прям у них трамвайчики После этого здания Я иду Гулять по городу И вот здесь вот впереди Мне сказали Что это самое старое здание Вот это вот, видите С башней А еще От него Сейчас я, в общем, буду смотреть Я решила, что я сначала Пройдусь наверх А потом пойду вниз Там магазины я видела Пойду по магазинам Тут сказали уйти На лего И будет музей Пойдем его искать с вами вместе Какая лавочка, смотрите, по дереву Я еще сама в чужом городе не гуляла Ну а раз мы уже выехали Куда-то За границу Скажем так То мы еще решили с Юлей Что мы заедем еще В кое-какое местечко Поближе к морю Все узнаете Я все вам покажу Все узнаете Поэтому Я очень надеюсь Что это у нас поездка такая Она у нас не очень долгая Поэтому все будет быстро Но очень насыщенно Вот такие вот Несколько дней Пока Юля на свадьбе Будет такие лайтовые Я буду сама тут прогуливаться Гулять Тут есть Знакомые, приятели Поэтому я буду не сама Ну, по городу я прогуляюсь сама Но Вечерами там мы встречаемся Вроде бы как завтра сказали Что мы поедем Какой-то на шашлык Я не знаю, честно Вся поездка У меня получилась спонтанная Нет никаких планов Знаете, у меня Я уже рассказывала вам все время Что у меня есть на поездку Знаете, какой-то план И я всегда Смотрю там видео Готовлюсь к поездке Смотрю, куда я хочу пойти В общем, у меня так все расписано Все В общем, каждый день Расписаны какие места Здесь, так как у меня Это все получилось спонтанно Я решила ехать с Юлей Потом мы еще решили Что еще мы зайдем в одно место Поэтому плана никакого нет Будем Жизнь должна быть спонтанной Как Юля мне сказала Поэтому что будем смотреть То будем смотреть Какое место побываем В таких побываем Поэтому я надеюсь На вашу поддержку Ваши просмотры Лайки и комментарии позитивные И поэтому будем с вами Делиться теми местами Где мы будем Ну, во всяком случае Я думаю, что я Немножко морально И физически все-таки отдохну И приеду домой С новыми силами С новым вдохновлением На эту жизнь В общем, пошлите искать Какие-то интересные С вами места Какую-то библиотеку нашла Но я смотрю, что здесь Все закрыто Что она на реконструкция А может быть, я не знаю Как войти Поэтому Прохожу мимо Да, вот какая-то библиотека Из всех знакомых мне слов Я вижу библиотеку Может быть, это и не главный вход Пройдемся посмотрим По лестнице Немножко посмотрим Там горит свет То есть, наверное, оно работает Библиотека Тут здание какое-то на реконструкции Не могу понять, где Музей Братьев Гримм Потому что мне Показывают, что где-то здесь рядом И я, знаете, хожу вокруг Да около Знаете, на что обратила внимание Что здесь очень красивые Вот такие вот дома Все облеплены виноградом И их довольно-таки много Так, ну, насколько я поняла То вот это вот Музей Братьев Гримм Вот это вот здание И где-то здесь, напротив Есть памятник Я иду его искать Где памятник Мне кажется, что вон я его нашла Могу ошибаться Я здесь впервые У меня нет экскурсовода К сожалению Но музей закрыт Заходить не буду в него Вот просто это здание А вот, наверное, памятник Ну, сейчас подойду поближе Посмотрим Я нашла памятник Правда, к нему подойти Какой-то он не очень чистый Памятник Братьев Гримм Вот это вот тоже музей получается Но он закрыт Я слишком рано здесь Он пока не закрыт Поэтому смотрим на это здание Только снаружи Под дождиком Вот, в принципе, название есть Музей Написан на табличке Сейчас я приближу Нам сказали, что это самое старое здание В Касселе Информация непроверенная Но так нам сказали жители Этого города Тут тоже, видите На фотографии Это красиво Рядом клумбы Цветы А сейчас Тут вот реконструкция Какая-то идет Ну и тоже тут Не ухожено вокруг Хотя очень знаменитый памятник Очень Я опять вернулась к их Нему ЗАГСу Мне пока это здание Больше всего нравится Тут есть цветочки Все выглядит очень мило И красиво Я потихоньку начинаю спускаться вниз Сказали, это внизу Самый центр Но зайду, посмотрю Вот тут вот несколько магазинов Я название не знаю этого магазина Но так зайду Посмотрю, что здесь Интересного Такие прикольные бургеры По одному евро Я не знаю Если честно Это съедобные Или это что Это Ну прикольно Куча всякой всячины Просто целая куча И для дома Красиво, конечно Но я не сторонник Таких черепов дома Посмотрите Какая красивая гирлянда Если я правильно поняла То она стоит 4 евро Розами Я здесь ничего не буду покупать Чисто зайти посмотреть Если я так буду в каждом магазине Что-то покупать Я не смогу уехать Сумки мои будут неподъемные Ну и финансов Столько нету Чтобы покупать Все, что я хотела Сколько всякой всячины Смотрите Выбор колоссальный Какая красивая Тоже 5 евро Очень красивая Маследнички Тут С одной стороны Плачиваются товары С другой стороны Одежда Огромный магазин Просто Огромный Ну а так как я тут впервые Мне интересно Посмотреть Хожу Смотрю Ребята Смотрю Только 15 евро У нас все это тоже такое же есть Поэтому Как в Пепке, кстати В Польше я покупала Такие корзинки Верю такую терку Их тут три в наборе Моя-то мама попросила Это ее заказ Не фетиш на эти терки Ха-ха-ха Знаю Да, взошла из FDM магазин Посмотрю, что здесь Выйду вам покажу Название Какие-то чаины Непонятные Что полупустые полки Так все разбираются Быстро Посмотрю, что здесь Интересного Витамин практически нет Пустой какой-то магазин Зашла сюда Посмотреть Витамины Какие-то витамины Не пойму Все разобраны Думаю Какие-то взять Комплексы В общем Смотрю Коллаген Мама просила Пока не вижу И пойму Почему-то Такие пустые полки Смотрите Какое здесь Красивое здание Вот Зачем я говорю Что очень много У них зданий Вот такой Таблетки И винограда Очень красиво Так А я накупила Витамин разных Маме И И мне некуда Их ложить Теперь Надо какой-то Пакет Еще покупать Как-то Я не подумала Что надо Собой Что-то взять Все Мне погода Прям вообще Обратная Прям Точно Сильнее Начался Как Теперь Вот Это Вот Мне садится Телефон Но у меня Есть Пауэрбанк Поэтому Я уже Поставила На зарядку Я думаю Куда Куда Мне Еще Пойти Тут Погулять Так И После Магазинов Пошла Опять Наверх Я Немножко Не в ту сторону Пошла Поэтому Я Опять Поднялась Наверх Тут Вот Мост Какой-то Сейчас Буду Все Показывать Здесь Музей Тоже То Что Буду Смотреть Буду Вам Грим Юля Прочитай Как называется Грим Виллс Кассель Что-то Вилл Кассель Что это Там Такое То есть Я вам То не музей Показала Помните Братьев Грим То Какое-то Административное Оказалось Здание А вроде Сказали Что Вот Это Музей Братьев Грим Мы Зашли Вовнутрь Так Понимаю Что Тут Для Детей Видите Вот Ребанок Играются Можно Подергать Смотрите Поплыла Лодочка Прикольно Я Как Ребенок А Что Шевелится Что Здесь Мы Можем Купить Знаете Поездка Называется Что Купить Что Это Юля Я не Сам Пазл Пазл Так Маленький Сказка Я Я Так Думаю Это Все Братьев Грим Правильно Да Смотри Вот у них Есть Даже Банкнота Их Правильно Правильно Я Правильно Поняла Я Могу Ошибаться Мальчик Тоже Разговаривает На русском Языке А Это Наверное Как Собирать Да Типа Ты Потом Клеишь Вот Собираешь Пазл Прикольно И Это Вот И Как Вот Типа Вот Эта Большая Штучка И Так Дергать Ручки Ножки Дергать Понимаю Мы В Сам Музей Опять Не Идем Мы Все Музеи Смотрим Только Сверху Сверху Снаружи Снаружи Книжки Сколько Вход Вообще Стоит Я не знаю Что с тобой Делать Тут Где-то Должен Быть Наверное Цена Нет Нет Цены Нет Цены Нет А может Он Бесплатный Сводка Мне Хоть Взяла Что-нибудь Со мной Вот Музей 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 Музей